Золотоносные жилы На Землю золото попало с астероидами много лет назад, когда наша планета только формировалась и не имела атмосферы. Большая часть тяжелых элементов погрузилась под поверхность Земли и образовала ядро. На поверхности драгоценных металлов много, основной их объем находится в мантии. В ее верхних слоях образуется раскаленный расплав магма. Там она застывает и превращается в твердую породу, содержащую почти всю таблицу Менделеева. Магма неоднородно застывает неравномерно, тугоплавкие вещества соседствуют в ней с легкоплавкими. Так образуются золотые жилы внутри породы. Забайкалье очень богато на наличие многих полезных и драгоценных ископаемых. Золото можно найти у берегов рек, когда воды вымывают солнечный металл из земли. Также есть открытые залежи, жилы, образовавшиеся в горных породах. Но сейчас добыча золота производится совсем иначе. Одним из самых распространенных способов является кучное выщелачивание. Кучное выщелачивание – процесс получения полезных компонентов, прежде всего, драгоценных металлов, растворением подготовленного и уложенного в специальный штабель минерального сырья, с последующим их выделением из циркулирующих растворов. Проще говоря, золото извлекают с помощью химических растворов. Эта работа очень сложна и требует длительной подготовки, начиная от разведки земель на наличие металла, заканчивая его извлечением и переплавкой. Чтобы подробнее разобраться в процессе добычи золота, мы отправились на известные горно-обогатительные комбинаты Забайкалья. Перед началом съемок все без исключения должны пройти вводный инструктаж по технике безопасности, получить форму, а уже затем знакомиться с работой на руднике. Прежде всего, когда к нам заезжает, мы знакомим с местами опасными, то есть у нас опасные объекты есть на участке, соответственно, как себя вести, что можно делать, что нельзя. Пройдя все ступени подготовки, продолжаем знакомство. Месторождение Савкинское найдено и освоено уже давно. Находится этот рудник в Нерчинско-Заводском районе в 610 километрах от Читы. Несколько лет назад на территорию пришла новая компания, которая доработала объект и в разы увеличила добычу золота, осваивая карьер хлебный. Работы начались в 2016 году, провели бурение, экспоразведочные получили данные бурения и уже в феврале начали работать, то есть поставили сюда технику, два экскаватора, два комплекса и начали первую добычу. Благодаря профессионализму команды и дополнительным инвестициям компании удалось достаточно быстро добиться значительного улучшения показателей. Чтобы понимать, какой объем работы лег на плечи этих людей, достаточно знать, что только с одной тонной переработанной руды извлекается до полутора граммов золота. Отсюда и такие огромные карьеры, глубина которых достигает порой километра. Выглядят они как огромные ямы со ступеньками. Это так называемые бермы и делают их тоже не просто так. Сделаны они для безопасности, то есть в процессе эксплуатации борта могут осыпаться, то есть то, что осыпается с борта, оно попадает на бермы и не идет ниже. То есть таким образом предотвращаем катастрофу на руднике. В факторах опасности в карьере очень много, но у нас на это есть специальные службы, которые отвечают за безопасность. В задачи этих служб именно упреждать возможные опасности в карьере. Все, что было найдено и добыто, увозится на рудные склады. Огромные площадки, где руду сначала накапливают, а после отправляют на дробильный комплекс. Здесь ее доводят до нужного состояния, чтобы потом отправить на фабрику для переработки. Работа не из легких. Огромная установка с множеством линий обрабатывает камни до нужной фракции, чтобы потом продолжить излечение золота. Руда с карьера поступает на склад номер один, где бульдозером подается в приемный бункер и проходит переработку. Вот дробилка через грохота, через еще дополнительные дробилки, через конусную. И вся эта масса руды, добавляется цемент, уходит на окомкователь. В фабрике поступают растворы. Все это окомковывается и по линии уходит на штабелеупладчик, на карту. Вся эта руда укладывается в штабеля. Дробильно-сортировочный комплекс катает руду круглосуточно. Перерывы возможны только при технических неисправностях или для обслуживания оборудования. Но все это делается в кратчайшие сроки. Объем производительности по дроблению и сортировке поражает. Количество считается в тоннах. Сегодня возможно, например, если по погодным условиям, если сейчас руду еще подвезут, тысяча, около двух, за смену можно переработать. В данный момент на комплексе находится 9 человек, рабочих уже по объектам. Я 10-й. Этот этап работ требует особого внимания. Специалисты неустанно следят за процессом смешивания. Ошибаться здесь, как в медицине, нельзя. Даже мелкая ошибка может повлечь за собой роковые последствия. Здесь я работаю уже 4 года. Коллектив здесь очень хороший, сплоченный. Ребята профессионально работают, все с удостоверения, с квалификацией. Рядом с фабрикой располагается лаборатория, где ученые изучают состав руды, ищут более действенные способы извлечения золота из горных пород. Посторонним вход строго запрещен, но для нас сделали исключение. Сотрудники лаборатории провели экскурсию. Это у нас идет весовая. Здесь набираются геологические навески на ционирование, на определение серебра. Также у нас проходит уголь. То есть у нас вначале идет вот здесь вот уголь, он истирается, затем обжигается и дальше идет на анализ. Анализ у нас проходит как раз в кислотке. Здесь как раз все идет, обжигается, потом растворы переводятся. Вот здесь также все это подготавливается серебро и готовим также здесь. Здесь у нас как раз проходит ционирование, здесь тетруется, здесь растворы технологические подготавливаются. За всеми процессами следит горный диспетчер. Эта работа тоже требует подготовки. Обеспечивать связь между всеми комплексами предприятия – дело сложное, но многолетний опыт и любовь к работе в прямом смысле слова – горы помогают свернуть. Горный диспетчер контролирует работу всех подразделений рудника. Горный цех работает на перевозке с крыши руды. Если, допустим, пошла руда, дробильный комплекс, мне нужно поставить в известность мастера, какие самосвалы, сколько повезли, сколько будут возить по времени. Мастер подготавливает уже на дробильном комплексе площадки для отгрузки. Коллектив очень хороший, как бы друг друга все понимают. После тяжелого трудового дня можно и отдохнуть. А рядом с карьером находится вахтовый поселок, больше похожий на комфортную базу отдыха. Аккуратные деревянные домики, наличие интернета и комнат отдыха. Главный девиз руководства – чтобы человек хорошо работал, он должен хорошо отдыхать. Питание на таких объектах, как правило, очень сбалансированное и полезное. На порции и разнообразие кушаний здесь не скупятся. Руководство рудника отмечает в приоритете создание комфортных условий для сотрудников, сохранение кадров, возможность карьерного роста и примирование коллег. На данном этапе у нас числится 230 человек. Все условия для проживания людей у нас соответствуют всем нормам и правилам. По заработной плате у нас мы очень конкурентоспособные. Зарплаты у нас достойные. И специалисты у нас в данный момент подобраны очень, так скажем, квалифицированно. И мы производим внутреннее обучение своих специалистов. Мы не со стороны, а своих людей обучаем и продвигаем по должности. Узнав основы работы по добыче золота, отправляемся дальше. Следующее место нашего путешествия – рудник Качковская. Находится он в Газимурозаводском районе. Здесь первый металл был получен в 2018 году. Объект еще молодой и до конца не исследован. Но, как отмечает руководство, они планируют добыть с этого места не менее одной тонны чистого золота только за 2019 год. Принцип работы такой же, как и на предыдущем карьере. Разница только в переработке руды из-за ее особенностей. Здесь она с большим содержанием глины. Если по большому счету, то технология что на Савкино, что на Качковском одинаковая. Это технология кучного выщелачивания золота. Применяется одна и та же. Разбиты технологические циклы. Так как работа запущена недавно, фабрика по орошению руды здесь мобильная, надувная. Но даже несмотря на ее достаточно быстрый разбор и транспортировку, функционал у нее обширный. Здесь немножко другая технологическая цепочка. С учетом мощностей, имеющихся на Савкино, с учетом потребностей Качковского, перерабатывающих мастей, здесь ведем горные работы. Здесь ведем процесс собственно кучного выщелачивания. То есть мы дробим рыбу, проводим оконкование, укладываем в стабель, орошаем в стабель, переводим золото в растворы и проводим операцию сорбции. Сорбция – это поглощение твердым телом, либо жидкостью различных веществ из окружающей среды. Поглощаемое вещество, находящееся в среде, называют сорбатом. Таким образом, нужный металл извлекают из горных пород, чтобы потом получить конечный продукт. Мы не планируем строительство фабрики полного цикла под кучное выщелачивание на Качковском. Другое дело в том, что мы планируем на Качковском строить другую фабрику для переработки первичных руд, которая будет перерабатываться уже не по технологии кучного выщелачивания, а по такой комбинированной схеме, которая включает в себя обогащение, ну это флотацию, и включает в себя гидрометаллургические процессы переработки уже концентрата. Сейчас на добыче золота работают около 400 человек. Единственное отличие процесса переработки руды здесь только на дробильном комплексе. Из-за особенностей породы дробильно-сортировочную установку пришлось модернизировать для возможности переработки глины. Мы купили дополнительное оборудование, такую самоходную установку, называется «Лакатрак», которая позволяет нам на самом начальном, на самом первом этапе из руды вот эту глинистую фракцию выделять в отдельную цепочку. То, что мешает нашему существующему оборудованию, мы просто убрали в сторону. Сейчас на Качковском специалисты активно ведут поиски наиболее оптимальной переработки концентрата. Руководство всегда старается ускорить рабочий процесс без дополнительной нагрузки на сотрудников. По словам директора рудника, после определения рабочего направления, они планируют в несколько раз поднять уровень производительности по добыче золота. Перспективы на это месторождение возлагают на десятки лет. У нас в окрестностях достаточно много горных предприятий, и конкуренция за, так сказать, квалифицированные кадры достаточно высока. Тем не менее, направлений здесь два. Первый, естественно, это заработная плата. Регулярно мы отслеживаем рынок труда. Второй момент – это развитие тех кадров, которые у нас есть. Вахтовый поселок возведен с учетом всех потребностей рабочего персонала. Здесь жилые корпусы и офисные здания не уступают городским постройкам. Теплые туалеты, душевые кабины, новая столовая. После рабочего дня сотрудникам не составит труда найти для себя занятие по душе. И это еще не все. По мере того, как предприятие будет расти, жилую зону будут улучшать вместе с производством всего рудника. Завершающим пунктом нашего пути стал рудник на месторождении Носеткино, север Забайкалья, Могочинский район. Здесь компания планирует создать самый масштабный горно-обогатительный комплекс. Строительство предприятия началось в 2018 году. Добывать золото планируют уже с лета следующего года. Сейчас же в самом разгаре возведение основной фабрики, а уже потом разработка самих карьеров. Находимся на месторождении Носеткино. Находимся на объекте строительства золотоизвлекательной фабрики. Здесь будет происходить полный цикл обогащения руды с производством скала ДРЭ, то есть полноценного золота получения. То есть это все будет один большой завод, да, вот этот комплекс? Ну, это будет, да, обогатительный комплекс. Это не вернее, обогатительный комплекс включает в себя полный цикл. То есть это именно объект золотоизвлекательной фабрики. Вверху там находится объект, корпус крупного дробления, склад дробленой руды. Здесь непосредственно будет готовая продукция уже. В создание горно перерабатывающего предприятия до привлечения банковского финансирования было вложено около 3,5 миллиардов рублей. В июле 2018 года руководство подписало кредитное соглашение еще на 118,5 миллионов долларов, которые сейчас направляются на необходимые капитальные затраты по завершению проекта. Сейчас видно, что строительство очень масштабное, оно намного отличается от тех двух объектов. Сколько сейчас сотрудников работает по строительству, и когда это все завершится, сколько будет создано рабочих мест? Ну, на сегодняшний момент работает монтажников, бетонщиков уже только на этом объекте. 200 человек бетонщиков, 60 монтажников. Итого 260 человек, 800 человек. Из них на вахте будет находиться 400, ну, 450, 500, да, да, будет перевахтовка с учетом авто. То есть цикл будет полностью замкнут на круглогодичный, будет работать как днем, ночью, круглый год. Чтобы работать день и ночь, нужны комфортные условия для проживания всех сотрудников предприятия. Но здесь позаботились и об этом. Уже сейчас вахтовый поселок Носеткино напоминает небольшой городок. Для руководителей компании «Мангазия» не последнее место занимает продвижение здорового образа жизни. В проекте запланированы спортивные площадки, фитнес-залы, создан уже крытый хоккейный каток. С такими условиями и работать будет намного легче. После того, как предприятие начнет работу, руководство планирует добывать около 4 тонн золота в год. И Забайкальский край будет богатеть тоже. Создание рабочих мест, отчисление налогов в краевой бюджет и, что немаловажно, развитие инфраструктуры для отдаленных поселков и деревень. Группа компаний «Мангазия» готова не только добывать золото из нядер Забайкалья, но и помогать улучшать уровень жизни всего населения. Компания «Мангазия» постоянно рассматривает новые потенциально интересные направления и проекты. В частности, сейчас используется возможность работы в агропромышленной сфере Забайкальского края. Не исключено, что подъем сельского хозяйства может стать одним из важнейших драйверов социально-экономического развития всего региона. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!